ПЕСИ ИГРЫ Ученые называют такие звезды красными гигантами. По их словам, та же судьба ждет и наше Солнце. Правда, через пару-тройку миллиардов лет. Ну а что, если ученые ошибаются в своих прогнозах? Что, если Солнце погибнет уже в самом ближайшем будущем? Тогда у землян останется один единственный путь. Исход Земли. Есть такая профессия в жизни — спасать мир. Некоторым приходится делать это по много раз. Вот и теперь Земле угрожает глобальная катастрофа под мрачным названием «Исход с Земли». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверка Дорогская. Посмотрите на тебя с камерой. Действия игры переносит нас в 2016 год. Главный герой по имени Фэнк узнает от своего босса Гаррио Салгейта информацию о том, что Земле осталось всего 20 лет. Именно через такое количество времени Солнце превратится в красного гиганта и спалит Землю до тва. Но выход есть. При помощи специального препарата, разработанного корпорацией AX, человек может приспособиться к жизни на других планетах. Правительство не спешит принимать предложения корпорации. Вдруг удастся найти планету, пригодную для жизни и без препарата? Для этого правительство посылает на поиски пилота Джона Рика. Дальше события развиваются, как в классическом боевике. Пилот, посланный на поиски, внезапно исчезает. Предложение корпорации теперь кажется единственным верным. Но это означает, что всему человечеству придется перейти на потребление препарата AX. Правительство подозревает, что дело здесь не чисто, и поручает вам во всем разобраться. Считайте, что я уже начал. Главный герой — это сотрудник секретных служб. Только им государство может открыть, на самом деле, большие тайны, рассказать о сути происходящих проблем. Внедрившись в AX, игрок должен выяснить, что это за препарат, которым приторговывает корпорация. А заодно разузнать, куда исчез пилот, посланный на поиски планеты. Но это только самое начало астрофюжетного шутера «Исход с земли», разработанного питерской студией Parallax Art Studio. Мы выбрали жанр 3D-шутера, потому что это очень высокотехнологичный современный жанр, на котором можно полностью показать особенности графики, звука, все, что нужно в современной игре, чтобы динамически завлечь игрока, чтобы дать ему максимум удовольствия от использования компьютера как электроигрового инструмента. В 3D-шутере есть возможность обеспечить максимальное погружение игрока в игровой процесс. Такого погружения большинство других жанров не дают. По классическим канонам жанра сюжет игры линеен, но разработчики приложили максимум усилий, чтобы игрок не заскучал ни на одном из 30 уровней игры. Для каждого уровня написана своя мелодия, и она соответствует стилю прохождения локации. А когда из колонок раздастся голос персонажей, ваши родственники просто подпрыгнут на своих местах. Ну как тут обстановочка? Это уже не важно. Для озвучки мы использовали очень известных актеров, которые снимались в кино, играют в театре, такие как Санислав Концевич. В кино он известен больше как тот, кто озвучил Си Си Кэппо в Санда Барбаре. Геймплей постоянно меняется. За узкими коридорами лежат обширные открытые пространства. Причем все нарисовано так, что зачастую хочется просто опустить винтовку и наслаждаться красотами местности, не обращая внимания на врагов. В каких-то местах упор делается на головоломке, решив которой игрок может двигаться дальше. Где-то придется управлять энергией, чтобы отключить боевые турели. Где-то просто отыскать нужный ключ для активации замка. Ну а где-то придется в буквальном смысле идти по трубам. Мы старались разнообразить по максимуму геймплей, чтобы он не наскучил игроку по мере прохождения игры. Соответственно, из-за этого мы старались внедрить в игру самых разнообразных противников. Под каждого противника игрок должен подстраиваться по ходу прохождения игры, с каждым вырабатывать свою собственную тактику. В игре три различных уровня сложности, рассчитанных на любого геймера, от новичка до профессионала. Но и кроме задаваемого уровня сложности, в игре есть механизм автоматической балансировки геймплея. Что это означает? Это означает, что в игре все персонажи ведут себя сообразно тому, как с ними взаимодействуют игроки. Если игрок будет вести себя агрессивно, например, это профессионал, то персонажи будут использовать весь арсенал средств боевых подразделений. Бросание гранат, прятание в укрытиях, постоянное маневрирование, групповое взаимодействие, прикрытие друг друга и много других элементов. Если же компьютер чувствует, что играет новичок, играет слабо, часто промахиваются или мало двигаются, то и персонажи в ответ тоже будут использовать слабое оружие и умение. Чем больше будет агрессии, чем больше будет учиться игрок по ходу игры, тем больше будет крови на уровнях, трупов и всего подобного. Если игрок хочет пройти стелсом, то тоже будут все возможности, персонажи его не будут видеть, он будет краситься незаметно, шума будет мало, но будет страшно, потому что звуковое сопровождение и снующие рядом спецназовцы с автоматами, это, конечно, ощущение достаточно яркое, и когда крадешься, чувствуешь, что поджилки трясутся, и достаточно интересно играть. В первой половине игры нам будут противостоять в основном люди, служащие корпорации. Во второй даже огромные мутанты покажутся детской забавой. Мутанты пришли сами. Они пришли на планету АИС и начали ее сверлить. Мутанты — это бывшие люди, нам ушел. Поэтому мы их убиваем. Мутанты интересно себя ведут, они бросают в нас камни, рычат, окружают нас, пытаются нас распилить. Это очень больно, льется кровь о все стороны, но мы в стойке оловянный солдатик с хорошим боезапасом. Берем автомат, пулемет, расшугиваем мутантов, прокладываем себе тропу. И главное, что очень легко увидеть, где проходил персонаж. Это видно по трупам, по следам, которые остались после него, по кровавым дорожкам, по полежащим обрывкам тел. В ЭГЭ достаточно много крови. Даже при попадании гранаты в персонажа, персонаж распадается на пуски мяса. Чтобы пустить врагу кровь, средств хватает с избытком. Только гляньте на пожарный топор, которым главный герой пользуется явно не по назначению. А еще есть пистолет, дробовик, автомат, снайперская винтовка и базу. Не считая двух типов граната. Каждое оружие обладает альтернативным видом атаки и возможностью ближнего боя. Любители орудовать прикладом останутся довольны. Класс можно отключить в опциях игры, поэтому заботливые родители могут это сделать. Все современные шутеры ориентируются на мультиплеер, то есть возможность порубиться друг с другом через локальную сеть или интернет. Поэтому полноценный мультиплеер ожидает нас и при исходе с земли. Правда, сам мультиплеер будет добавлен в игру уже после релиза. Осенью этого года мы представим игрокам сетевую игру, в которой будет семь новых уровней, разработанных специально для сетевой игры, в которой можно будет играть Дизмач и Тим Дизмач соответственно. Игра создавалась два года, и за это время нашлось место и забавным случаем. Раздавая имена персонажам, разработчики, многие из которых являются фанатами Саус Парка, решили увековечить в игре свой любимый мультфильм. Одного из противников, который игрок встречает на уровне, зовут Кенни. Вся игра это в общей сложности 20 часов самого разнообразного геймплея. Местами это предельно активный шутер, местами аккуратное и осторожное передвижение в духе шпионского боевика. Это десятки типов персонажей и возможность покрошить полторы тысячи врагов в мелкий винегрет, пройдя, проплывя, пролетя, проедя сотни километров по различным игровым локациям. Это возможность идти как нож сквозь масла, уничтожая техников, охранников, и возможность почувствовать на себе силу реального спецназа в ближнем огневом бою. Это можно бесконечно перечислять. Это огромное количество оружия, это многие квадратные километры локаций, но в это трудно поверить, невозможно понять, нереально измерить. В это нужно играть. Но если я вдруг спасу мир, то я потребую премиальные. Вот именно это мы и собираемся сделать. Игру уже с нетерпением ждет наш эксперт. Этот человек может играть в шутеры даже с закрытыми глазами. Какой вердикт он вынесет игре «Исход с земли» смотрите во второй части программы «Икона видеоигр». PC-игры. Правильный журнал о компьютерных играх. Нам удалось заполучить «Исход с земли» до официального релиза. К тесту уже приступил наш эксперт Роман Тарасенко. Роман Тарасенко, он же полосатый, он же полос. Участник всех международных турниров по квейку. Чемпион России по квейку 2. Чемпион Европы по квейку 3. Ну, в общем, вот такая вот игра «Исход с земли». В принципе, довольно красивый шутер, очень яркие текстурки. В мультиплеере обычно игроки любят такие вещи. Сейчас я играю на первом уровне, выбылся из какой-то шахты и попал в какой-то склад. Первые соперники встретились с меня. В принципе, разобрался с ними довольно легко, но в силу, собственно, опыта стрельбы в подобных мультиплеерах. Оружие, если так посмотреть, очень забавно смотрится топорик. Сейчас попробуем кого-нибудь. Ну, функциональная штучка. Едем на лифте, сейчас, скорее всего, будут ждать толпа головорезов. Я уже приготовился в руках дробовичок, с ним за милую душу расправляться с большим количеством врагов. А тут можете посмотреть графику. Ярко, такие цвета, в общем, очень приятно. Какой-то командор, спрятанный в защитном поле, учит меня о жизни, после чего, видимо, и начнется месяще. Судя по арсеналу, в этой игрушке можно будет так хорошо оторваться. Сейчас гранатки нашел, не старые добрые гранатки, которые полюбились мне лично, современку их два. Вот жалко, их потом в играх стали использовать не так активно. Вот это второй уровень, снова подземелье. Значит, я еду каким-то шахтом довольно милым. И теперь меня ждет коротенький ролик, где бравые такие сантехники, не знаю, что они здесь забыли, пытаются, видимо, то ли починить, то ли сломать местный провод. По секрету скажу, я уже знаю, что сейчас будет его, так что, в общем, они все погибнут, грубо говоря. Радуют надписи на русском. Думаю, не потому что это неестественно, просто все больше в импортный шутер приходится играть, поэтому, естественно, отмельчиваться. Вот этот вояк, видимо, какой-то местный полубосс. И Илья сегодня не очень меткий, вот он почему-то не хотел умирать. Очень люблю вот такие вот всякие синие, так сказать, тона и так далее. То есть, как раз после эпохи Клейка, Дума и так далее, очень хватало ярких красок, вот эта игра не изобилает. Очень приятно. Вот снова сюжетный ролик. За окном мы видим, что очередная пачка сантехников пытается настроить каких-то роботов непонятных. Вот, видимо, сейчас будет здесь Рублева. Не знаю, смогу ли я поучаствовать в нем. Запускаем некий эксперимент, будем смотреть, что происходит. Вот туда бы меня сейчас, с бессмертностью. Сюжетный ролик очередной. Роботы против людей. Меня, к сожалению, не пускают туда. Видимо, игра поняла, с кем имеет дело, вот. А может, так специально. Как видите, широкие пространства, открытые, большие пространства качественно сделаны. То есть, эффект теней, освещение, все довольно, так сказать, реалистично. Если прищурить глаза, можно потом все кино осмотришь. Если история с планетой правда, найди любые данные о ней. Для каждого оружия существует перезарядка. Соответственно, если патроны кончились, небольшой совет. Можно просто уйти назад, зайти за угол, перезарядиться и вернуться. Вот только что проявил содействие гранатомет. Проявил довольно удачно. Тут лежат различные части тел врагов. Что говорит о том, что разработчики довольно качественно поработали с системой физического тела. Теперь мне предстоит пройти уровень, который называется «Звездам». Начало игры на каком-то выходе из скалы. Соответственно, внизу пропасть. Действие происходит ночью. Опять же, прелести местного огня. И вот, прям в начале уровня, меня ждет транспорт в игре. То есть в игре присутствует транспорт, в котором можно сесть, поехать. Очень мило, сами включатся фары. Не надо заморачиваться. Враги, интересно, можно ли их раздавить? Да, раздавить можно. Все по-честному. Все как в жизни. Но лучше, конечно, так не делать. Вот тут я обнаруживаю ящик. После того, как ящик превращается в труху, я подбираю патроны. Соответственно, патроны для игрока можно находить вот в таких вот ящик. Не забывайте их расстреливать. И что это за глумб? Итак, вот я поиграл некоторое время в замечательный шутер «Исход земли». В общем-то, по свежим впечатлениям могу поделиться им. Вот, в принципе, игра довольно такая живенькая, бодренькая. Очень понравилась, скорее, сделана локация в игре. То есть, очень много разнообразия. Арсенал, в принципе, он довольно, так сказать, классический. Можно любым оружием, практически тяжелым, ударить прикладом. Это просто весело. По разу топор такой, так сказать, суровый, брутальный топор. Никаких выгнанных футуристических ножей и пил. Интересно то, что в игре есть техника. То есть, не просто бегаешь и бегаешь. Баланс, опять же, можно отметить. Он сделан. Ну, так как надо. Общее впечатление, которое сложилось от игры. В пятибальной шкале четвертая такая добротная, заслуженная. Любителям шутеров, которые любят все эти подземелья, футуристические, всякие там эксперименты и так далее, роботы и так далее, это все очень придется по душе. Очень приятно, что такая добротная игрушка, она все-таки сделана в России. Как известно, каждая российская качественная игра на навес золота. Вы что-то о ней знаете? Эксперт сделал свое дело, но даже этого нам показалось недостаточно. Тем более, после того, что заявили разработчики. По нашим подсчетам, для того, чтобы игроку пойти в игру, ему необходимо убить порядка полутора тысяч персонажей. Ты сумасшедший, Саутгейт! Ну, как же не проверить это утверждение? Тем более, этим займется профессионал, идеально владеющий любыми видами оружия. PC-игры. Правильный журнал о компьютерных играх. По словам разработчиков, для того, чтобы пройти игру «Исход земли», вам потребуется убить более полутора тысяч персонажей. Как же не проверить этот факт? Для этого мы пригласили профессионала особого рода. Один сотрудник секретных спецслужб согласился принять участие в нашем эксперименте. По понятным причинам мы изменили его голос и не называем в программе его имени. Давайте звать его просто. Лом. Сейчас я вот это вот наладовался. Ну, а, кстати, учили. Чуть он мощный какой-то, а. Не убивается, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, детский сад. На тренировках тебе лето и видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то пейзажер, как у меня дома. Ну и хваля. Кто-то отстреливается, а? Иди сюда, иди к папе. Неугомонный, похож на мыло сержанта от царства на небесное. Завтра тебя подадут к ужину. Гранаты F1. Кто может быть лучше? Только две гранаты F1. Ох ты, свет, как у меня дома в хвалете. Извини, друг. Удержал тебя уданяться. Ох, привет от мамы. Ох, привет от мамы. Ох, привет от мамы. Ох, какой темный солдафон. Ты не знаешь, против кого ты воюешь. Со своей куколкой. Докладываю. Испытания нового боевого тренажера прошли успешно. Местами было достаточно сложно. Мне пришлось поднапрячься. Но он сделал свое дело. Данная программа может быть рекомендована для подготовки бойцов особого назначения. Вы хотите сказать, что они не станут опровергать слова этого психопата? Как вы видите, всегда можно накрутить на счетчик гораздо больше врагов, чем задумывалось изначально. Сегодня мы узнали, что такое исход земли. Скоро это узнаете и вы. Писи игры. Правильный журнал о компьютерных играх.